Приветствую, дорогой друг! Я Алекс Рай, и мы проходим James Cameron Averture. Итак, дорогие друзья, мы тут с вами собираемся к полковнику Фалко. Еще сделали одно созвучие, одно, так сказать, настраивание биологической антенны, если это можно так выразиться, и посмотрим, к чему нас все это приведет. Если мы пойдем, нам придется с ним общаться. Нави делает это через уникальное существо, называемое Первый Голос. Только оно может разбудить источник душ. Мы создаем эмулятор Первого Голоса, машину, которая обманет Эйву и заставит говорить с нами. Когда мы закончим, то сможем контролировать всю экосистему. Итак, возвращаясь к теме, ты запускаешь тесты для Судного Дня? Ну, у всего есть свои риски. Давай же загружай созвучие. Мне не так улыбается еще, блин. Будет тебе второй созвучие, урод. Такой довольный, блин. Так, куда теперь? Ты хочешь разобраться с Бейдамо? Хорошо. Засранец давно меня достал. Есть разведданные по следующему созвучию. Идешь на могильные топи. Есть, сэр. Манро говорил об эмуляторе. Расписывал сценарий апокалипсиса. Не упражни мозг, райдер. Нави прочесывают для Харпера весь район в поисках места скрытой силы. Сейчас главное, кто быстрее. Если они, Нави уничтожит все на поверхности планеты. Эмулятор наша единственная надежда. Если у тебя кишка танка для этого, я найду кого-нибудь. Вольно. Эээ, блин, урод. Ну да ладно. Надеюсь, мы там в последний момент как-нибудь образуемся и перестреляем этого полковника. Сперва этот фалко, потом котрич, кортич, 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 как-то там, который у нас из фильма был. Ну, я, как сказал, уже его курица поцарапала, там немного лицо. Его, знаете, сюда погнали. Давай погоняем, босс. Куда сегодня? Куда сегодня? В могильной топе сегодня. Давай. Чтобы увеличить прочность брони и минимизировать получаемый урон, используйте умение дзета-поле. Насколько мне известно, тут, по-моему, уже будут эти штормбыки. Это из-за магнитной аномалии этих самых скал, левитирующих. Высовываться не буду. Мы идем к лагерю Зубу. Надо доложить обстановку командиру. В этом секторе боевых действий еще не было до сегодняшнего дня. Сообщи командиру Фулсона, что осколок у тебя. Договорились. Ты не могла меня еще дальше высадить. Здорово, здесь деревья. О, а наши старые знакомые не только как тот. Вот так. Так, тут вроде нормально. На тебе. Да тут военные совсем уже разошлись. А ведь на Вето еще ядерные грибы не видели. Вот бы они, конечно, были в шоке. Хотя они и так, наверное, в шоке от этих всех боевых действий со стороны людей. Кто у нас там? Огнеметчики, да? Команда биозащиты. А это уже воин. Кто-то маловато. Мы, конечно, бомбами перескоррели. Тут хотя бы небо есть. Понятно, откуда боевые головки прилетают. Хотя вообще, конечно, хорошая это способность. А главное, эффективная. Только... Получать ее редко. Но, где там наш командир? Пряжный мундир. Так. Вот вам. А вот и осколок. Разграбить деревню. Ну, капец. Это уже не военные. Это бандиты какие-то. Вот тебе, вот. И вам тоже. Как вам это? Что-то не попадаешь, а? Так, это нам надо обойти. С той стороны, надо зайти. Иди сюда. О, вот этот пейзаж. Вот это я понимаю. Вот это красиво. Идем дальше. Вот вам. Вот сюда. Капец, вот, конечно, с боем приходится прорываться. Сори, как вас там. Бегсапеды. Сори, мой фрэнс. С тобой надо было поговорить. Свежее мясо сейчас окажется от главного героя в твоей аппетитной чернокожей попке. Понятно. Фолстон приказывает защитить западные вороты, не покидая лагеря. О, штурмники тут. Вместе с нами. Ну, они совсем оборзели. Так, вон они там. Идите-ка ко мне. Совсем бьюти я встал до повышения у левака. Сейчас как каплица левак. Во, нормально. Валим ее. Перезарядочка. Упс, фолстон, прости. Еще один остался. И будет вообще сказка. Вот так. Возвращаемся. Кстати, давайте-ка сделаем вот как. На первую мы поставим Цветомаскировку, удар, элитная тренировка. Элитную тренировку. На вторую мы поставим тактический удар. Да, на третью у нас прибыль берсерк. А на четвертый... Цветомаскировку. Выноси все, что можешь. Мы вызываем удар с воздуха. Выиграем время. Ну ладно. Выноси все, что можешь. Мы вызываем... И как там тут время выигрывать? И куда нам теперь? А, понятно. Вот, значит, у нас кто бегут. И что у нас из оружия добавилось-то еще? Углометы. Зарабаш можно, в принципе. Вместо гранатомета что-нибудь еще посмотреть. Пулемет. Тоже неплохо. Давайте, видишь, да. Наверх уже никак на турель не залезть. Блин. Зачем мы поставили турель и не поставили лестницу к ним? Еще, еще нужное. Этих нам мало. Почти. Сейчас будет повышение левака. Но... Вот, опнулся левак. Комплект награды уже. Может вам вот этим... Топтическим ударом. Хотя он у нас еще не... Доперегруз... Не... Доперезагрузился, скажем так. Сколько же вас можно мочить? Но что наиболее хорошо, игра скучать вообще не дает. Скажем так, вообще не дает скучки. На! На! Еще и змеи-волки нас откликают. Как вам это? Есть сразу шестерых. Фу. Четверых. Вроде четверых. Теперь еще берсерка. Есть. И бегом. Где ты там, женщина? Где моя награда? Твоим в том. Слушай, ты сейчас с моим мясным Пиноккио доиграешься и почувствуешься идти никакое не мясо, а мясо у меня ниже. Она на выезде наблюдает, зачем ты там гоняешься. Осколки скалы. Правда? И что корпорация дальше придумает? Давай вперед! Турель лебедя, говоришь? Сейчас постреляем. Правление лебедем. Вау! А вот это эффектно. Весьма. Весьма. Даже очень эффектно. И даже очень эффектно. Справа, справа, говорите? Сперва слева постреляем как следует, а потом уже на правую посмотрим. Слева у нас столько всяческих растений. Как вам это? Плохо. Сколько штурмбруков здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, блин, перегрев. Так классно, что у меня просто нет слов сейчас. Заодно попутно проезжаем карту. А это Гуд. Стас из Гуд. Все, мы их задержим как следует. Мне еще недолго опомнится. Давай, детки, не надо там со мной. Их слишком много. Еще. Не получается, не заводится. Шоку, бусор, бьер, 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 бьер. О, мы встряли, однозначно встряли. Ну, долго еще? Водитель, давай быстрей. Четыре тысячи очков подняли. Сзади, говорите? Да нет никого сзади. Есть, впереди тоже почти никого нет. Долго мы еще будем так ехать? Это мне сразу Far Cry 3 напомнило. Когда он в Джейсон Броди убегал. Вместе со своей девушкой. От вас. Помните эту миссию? Он тоже там с гранатометом был. Девушка рулила, а он был сзади. Хотя где же ему еще быть, отошливая девушка? На-те-вам! Бычки и коровки. Как интересно, наверное, отвечает кто быка, кто корова. Если у них у всех, вроде бы, половые признаки. Только если по песену можно посмотреть, выключить. А внешние самцы, сам быка, почти не отличаются. И то это постиг лишь песену, если его нащупать или приглядеть. Если приглядеться, вернее. Гуля, 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 гу! Да. Ну и сейчас всю карту обидим, походу. Кто там еще? О! Он что, испарился? Жуткое дело. Вот мы и приехали. Что у нас теперь? Как вам такой удар? Бронь не раскидала, будь здоров. Так, второй осколок в этом секторе. Хватай его и возвращайся. А третий? Я над этим работаю. Рации сгорели. Здесь все происходит медленнее. У меня будут координаты, прежде чем ты успеешь моргнуть. Очень на это надеюсь. Погнали. Понятно. Обычный солдат. Они вот за это поле четвертого уровня. Неплохо. Давай-ка. О! Неплохо. Привет, чувак. Хочешь пирог? Свинцовый, с 8-ми свечками. Слышь, хорош там с мигренью ходить. Подбираем. Блин, тут, конечно, люто. Как вам это, уроды? Хотя, конечно, это мы, уроды. Мы сюда приперлись. Мы вторглись. Да, по сути, уроды-то мы с вами. Ускоримся. Она, по-моему, сказала лучшее, а написано худшее. А по имени Левак. Комплект командира. Новая бронька! Вот это я понимаю. Вот это красота. Что же, развернемся и покатаемся как следует. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Анализируем такую красоту. Мы, кстати, все эти машины могли видеть в одноименном фильме «Аватар», если присмотреться. Вот это, конечно, тачка. Вот это я понимаю. Если бы еще наверх солдата какого-нибудь приставили. Тут нас, по-моему, уже вечером уступил, дорогие друзья, на Пандоре. Интересно, как у них тут вообще длятся дни и ночи? Они же как-никак вокруг газового гиганта еще дополнительно вращаются. Не только вокруг звезды. Вот это, конечно, бывает затмение, наверное, когда газовый гигант занимает абсолютно... или хотя бы половину небосвода. Ой, сколько вас! Давайте теперь вот так. Потрепала ваша жизнь. Вот так. Прости меня, дружочек. Бронированный пирожочек. Активируем. Подобрали. Так, что у нас теперь внутри? Где этот ваш осколок? Йоккарна. Внутрь дальше не попасть. Обидно. Печаль, беда, тоска, обида. Выше, чертополов, приклуши свое либида. Вот так. Не тот, понимаете ли, что рыбаки пасутся тем временем. Какое у нас вообще задание? Отыскать осколок. Ну, что у нас где-то здесь, да? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, корна! Где-то тут он должен быть. По-видимому, надо заклинуть не только сюда, но и в остальные кабинки. Обыскать, так сказать. На-на-на тебе. Тентакль, чертов. А тут что есть? Ничего тут нет. Нет, осколку тут явно нет. Тогда возвращаемся обратно к лебедю. Сразу вспоминает супер-мутант из идиотского Fallout 4. Который у нас там был в кругу. И на спине у него был. Или на плече лебедь, который торчал под водой. Думаю, ах, какой прекрасный лебедь. Собираемся к нему приблизиться. А там вылазит, блин, такая херовина. Его еще наверняка тогда создатель благословил в первом Fallout. Ммм, поцеловал его в плечо. Где у него теперь лебедь находится? Где теперь эта бобенция? Позвольте узнать. Потому что мне не до вас. Мне боба-бубы, я боба-бубы. Ну вы поняли. Разворот. Я чувствую себя как-то на вездеходе Маку из Mass Effect. Я его тоже пройду, как закончился с 4 Galactic Adventures и в Джейнске Минус Абатар. А-а-а, вот куда нам. Извините, я тут к одной бабе наведываюсь. А-а-а, ты не баба. Я по всему лесу. Не могу дойти до цели, и удар с воздуха не вызвать. Рация не пашет. И у тебя тоже, да? Как эти парни могут нас глушить? Они же в каменном мальтих веке. Пошли покажем этим сименам, на что мы способны. Забрать осколок из деревни Наги. Не беда, заберем. Давайте внутрь. С таким лебедем это мы легко сделаем. Быстрее забираем осколок, пока они наши машины не взорвали. А то устроят там опять групповую с разных сторон, с нашей чудесной машинкой. Пол ХП мне просадили у машины. Вот гады. На тебе. Блин, я тоже хороший. Надо бы аккуратнее водить. Прости, змеи-волк. Если я тебе случайно бошечку там какой-нибудь отдавил. Или раздавил. Иди сюда. Как вы тут? Ну да. Ну у тебя и глаза, конечно, выпуклые. Вы гляньте. Нужно убить Тана Яла. Знакомый типок. Так. Потом вам надо будет завернуть направо. Как камеру-то замотала, а? Не-е-ет. Что в вас. Ладно, так побежим. В общем, надо ли в ту сторону. По-видимому, да. Ну что же, сократим время этого бега. В общем, это у нас сейчас по рации. Разговорчик такой был интересный. Ну а давайте-ка, в принципе, мы и так добежим вообще. Скоро у нас и авиаудар тактически будет доступен. Хотя просто тактический удар. Ни один самолет у так не прилетел. Откуда стреляют? Чем стреляют? А если это какой-то орбитальный бомбардировщик для удара, который на орбите вращается, то нафиг для одного солдата такой бомбардировщик ставить. А если несколько солдат этим бомбардировщиком пользуются, тогда он просто перегреется, его надо будет постоянно перезаряжать. Где этот Тан Ял? Вот он у нас. Здорово. Видишь, да? Спасибо, блин. Как тебе это? Есть. Стоит прихватить. Далее. А куда тут теперь-то размещать? Куда-нибудь наканиваете? Так, понятно, это сюда. Может, в районе папоротников на этот раз? За баллон ты стреляешь. Схвозь дерево. Так, и с другой стороны. Куда пихать? Камушек этот. Вот. И мы такие от радиации сгорели. И белый свет в конце тоннеля. Что же, теперь нам пилить обратно. Ох, ёккар, насколько ж нам до него топать-то. Ну да, фиг со всем этим. Надеюсь, быстрее берёмся. У нас же есть ускорение в заднице, которое перезаряжается, слава богу, тебе быстро. Вернее, слава тебе, господи. О-о-о-о, мы под спидами. Давайте порвите их, там их жопки. У тебя получилось. Вернёмся к адским вратам. Тебе нужно встретиться с Монро. Мне сразу вспоминается остров Доктора Муро. Фильм, кстати, довольно-таки интересный. Только здесь Монро, а там... Ну, вы сами уже слышали. Итак. Давайте сюда. Возвращаемся на адские врата. Нурбовик, самое мощное оружие. Это понятно. В вашем арсенале. А как же гранатомёт? Ну, в общем, как-то так. Но продолжение ждёт нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться. Также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлисты игры вы можете в описании. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья!